День добрый, добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Force Leashed. Эта игра абсолютно бесплатная, и я её полностью не буду проходить, не буду вам всё-всё-всё показывать, а покажу просто начало, и советую, очень-очень советую её скачать. Сразу же объясню, как скачивать, а то есть заходите на страничку в описании этого видео, ну или просто в гугле вписываете Force Leashed, там это можно тоже найти, и скачиваете версию игры, подходящую к вашей ОС, а то есть это скорее всего будет Windows. Как только вы скачаете, вам скорее всего антивирус скажет, что это вирус, это не вирус, не бойтесь, и распаковывая вы не найдёте точного экзешника. Там много экзекционных файлов, просто нажмите на тот, который вам нужен, а то есть я, например, сейчас играю в разрешении 720p в оконном режиме. Итак, всё очень-очень просто, качаем бесплатно, очень-очень приятная игра. Итак, что же мы здесь делаем? У нас здесь есть летящие частицы, у нас есть экран, в который должна попасть частица, и не только одна, а все пять. Это сделано по одной причине, которую чуть-чуть позже объясню. У нас есть вот этот вот, я даже не знаю, это кристалл, который изменяет направление полёта частиц. Этот принцип не нов, мы его знаем из игрушки Аудиториум, но там это двухмерная игра, в которой больше концентрируется на звуках. Это игра трёхмерная. Конечно же, это всё не обалденно, это не крайсис второй или третий, но, с другой стороны, это очень-очень компетентно сделанная игрушка, которую приятно играть, у которой хорошее управление, и за которое не нужно платить. Итак, давайте просто поставим и посмотрим, полетят ли они в то направление. Да, хорошо, они летят. Итак, почему нам нужно здесь попасть пять раз, или два раза, или три раза, сколько огоньков есть на цели, столько раз нужно попасть частицами? Всё просто потому, что нам придётся или передвигать вот эти вот кристаллы, или мы, может быть, поставим их так, что частицы будут просто разлетаться, или будут частицы разных цветов. Поэтому нужно, чтобы решить загадку, всегда попадать именно так. Но, с другой стороны, чем больше у нас будет элементов, тем разнообразнее будут возможные решения. А то есть, так как здесь не двухмерное, а трёхмерное пространство, и мы работаем с движком, а не просто, скажем так, с заданными загадками, то решения будут всегда чуть-чуть разными. Не всегда можно предсказать точное-точное поведение и траекторию полёта частиц. Поэтому всегда лучше всего экспериментировать. И здесь я поэкспериментирую, так, поставив кристалл ниже, чтобы он посылал... Да, нормально, сойдёт. Так, давайте теперь этот кристалл понесём туда, потому что у нас цель вот здесь вот. Конечно же, частицы ещё и отскакивают от некоторых поверхностей. И это мы можем использовать, чтобы направить, например, частицу, и чтобы она пролетела там, где она не могла бы пролететь, например, напрямую. Итак, давайте просто попробуем здесь вот сразу же наверху поставить, чтобы здесь частицы заворачивались, не летели наверх. Так, куда их заворачивает? Ого, вниз? Правда? Правда? Вниз? Так, давайте так. Так, их заворачивает вверх. Это мне не очень нравится. Давайте, чтобы их заворачивало... Так, теперь они пролетают слишком далеко Вот так Так, экспериментируем и смотрим А то есть здесь они летят сюда, но не бьются сразу же в цель, а отскакивают от стены Но этого вполне хватает, и мы идем дальше И дальше у нас есть, да, no attractors shall pass А то есть вот эти вот аттракторы-кристаллы, они не будут проходить Это мы знаем из портала, это все-все нормально Просто чтобы разделить разные этапы загадки Итак, здесь у нас, например, есть стена, которая заворачивает уже сразу же кристаллы Игра очень-очень хорошо ведет себя То есть, по идее, здесь нету надписей, здесь нету точного объяснения решения загадки Здесь есть просто элементы, которые сами по себе вам показывают, как и что делать И это очень-очень хороший дизайн Он мне очень-очень нравится Это по идее то, как все загадки, все пазлы должны быть построены А то есть никаких долгих текстов, ничего, никаких мультиков Элементы должны объяснять сами себя И давайте вот сейчас вот последний уровень, посмотрим на него Так, здесь у нас, по-моему, разноцветные кристаллы, если я не ошибаюсь А то есть, например, у нас здесь кристалл синий, он никак не будет реагировать на красные частицы Но частицы, окрашиваясь, о, синий Это что это? Это синяя стенка Превращается в синий цвет И теперь мы можем их поворачивать Так, так Два, три Идем дальше Так, дальше у нас двухцветное Что очень-очень интересно А то есть, например, у нас идет Красная частица отлетает Синие летят И красные частицы здесь, по идее, разворачивались бы А то есть вот в этом поле Дальше у нас синие частицы, которые разворачиваются в синем поле А то есть нам нужно окрасить частицы в красный цвет Чтобы они пролетели, смогли пересечь то поле Поэтому давайте сразу же возьмем Па-па-па-па Давайте синюю частицу сначала возьмем Пойдем понесем ее вот сюда Повернем частицы в красный Так, нет Чуть-чуть подальше Отлично Правда не то, что я хотел сделать Но ничего, давайте будем экспериментировать Я доделаю этот уровень И на этом мы закончим Итак Хммм Частицы летят Так Но они, по крайней мере, окрашиваются Давайте опустим кристалл совсем вниз Оп, видите, у него есть радиус действия Поэтому нужно все-таки смотреть, куда мы его ставим В самый низ поставим его Так, хорошо Так, теперь красное Куда они закручиваются? Ой, совсем нехорошо закручиваются Давайте поставим его вот так Ой-ёй-ёй-ёй Что-то так Странно И это хорошо Это приятно Интересно просто Стоять И экспериментировать Смотреть И интересно То есть я этого сам пока что не делал Но интересно то, что можно, например, собрать какую-то часть Кристаллов Чтобы они крутились Частицы, которые будут крутиться вокруг кристалла И потом отнести кристалл Туда, куда нам нужно Интересно Это возможное решение проблемы И по идее я это решал Я не прошел всю игру Я прошел только первые 7 или 8 уровней Всего их, по-моему, 10 Или 12 Точно не помню Ну Небольшое количество Но так как они становятся все сложнее и сложнее И сейчас уже у нас проблемы решить Оп О, давайте Вот если они отскакивают здесь Давайте их попробуем завернуть Сразу же Не очень Так Нет, совсем не очень Нет, мы их не развернем Они слишком быстро двигаются Так Что же нам здесь делать? Может быть как-то синий по-другому поставить А то есть Да, он поворачивает Нет, ну по идее синий по-другому не поставим Можно было бы, конечно же, поэкспериментировать Но я сейчас Долго не хочу сидеть на этом Так, давайте возьмем красный кристалл То есть они летят Хорошо Летят, летят, летят Вот здесь вот где-то Давайте их попробуем завернуть Оп Вот теперь они летят в интересном направлении И возьмем еще третий кристалл По-моему, в прошлый раз я это решил двумя кристаллами Но неважно В этот раз будет чуть-чуть по-другому И разворачиваем Так Теперь они летят Попадают в стенку Проклятая Чуть-чуть Нет, нет Так, иди сюда Давайте вот так вот поставим Посмотрим Будут они биться Ааа Еще, еще чуть-чуть Так Нет То есть нужно наверх Эксперимендация это все Так, летят Ааа Промахивается на совсем чуть-чуть Так Тихо Тихо Давайте так поставим Смотрим, как это будет О, вот теперь они отскакивают от стены И попадают в ворота Это отлично Мы открываем И Выходим Ой, здесь еще что-то Ну, давайте Давайте доделаем Это мне интересно А то есть синие летящее вверх Нам нужны все еще синие летящее вверх По идее, потому что здесь красное Красное, красное Синие Ну, совсем сложно Так, давайте тогда попробуем Что-нибудь сделать Так А то есть Здесь Заворачиваем вниз Чтобы они были Красными Потом Становились синими И летели Уп Скакивали Отскакивали О, здесь они разворачиваются Что нехорошо Поэтому давайте это все изменим на уровне Вот этого Так, нет Теперь они не бьются Красный Стол Так, тихо Давайте попробуем это Так, вот изменить Нет Слушайте меня Интересно, что они Кристалл не всегда А, как раз да Я могу Изменить Так Видите Направление Единственное, что я По-моему Не могу изменить То, как крутится кристалл Что было бы приятно Так Хорошо Нет Спокойно Спокойно Так Очень спокойно По-моему То, что я сделал в первый раз Было Очень хорошо То есть я Зря его сломал Нужно было там дальше играть Так Усса, капитан Усса Так 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 Ну Что ж ты такой Злой И противный Так Смотрим Вот так вот Да Вот теперь они прыгают правильно Но не долетают Поэтому давайте Чуть-чуть Отведем Подальше Вот так Теперь оно не цепляет Понятно Вот То есть нужно Что приподнять Да Приподнять Скорее всего Скорее всего Не скорее всего Так Ну сделай Ооо Вот они Вот они летят Отлично Так Теперь Так как они у нас Опять Синие Нам нужен Еще один Кристалл Который мы Используем Чтобы направить Их Вот сюда То есть Чуть-чуть повыше Чтобы они летели Вот так вот Хорошо И теперь Мне нужен Красный Кристалл Который будет Их Разворачивать В красный Щит Вот так Что-то Он Не действует На них Может быть Потому что Они слишком Часто Отскакивают Давайте Их Здесь Уже Попробуем Словить Хитрые Почему Слушайтесь Меня Ааа Потому что Они синие Я Как-то Затормозил Чуть-чуть То есть Они должны Уже Сразу же Здесь Отскочить И стать Красными Поэтому Их Нужно Еще Вот сюда Заманивать То есть Левее Не так Сильно Левее Слабее Левее Давайте Это Отнесем Вот сюда Это Конечно Ничего Не Изменило Это Слишком Сильно Их Закручивает Так Это Вообще Непонятно Что Делает Спасите Меня Может быть Если бы Я критиковал Что я Просто Не делаю Потому что Продукт Такой Качественный Бесплатный Ну Просто Тяжело Критиковать Я бы Сказал Что Было Приятно Точно Знать Как Кристалл Будет Скажем Так Реагировать На частицы А то есть Куда он их Будет Заворачивать То есть Мы Так Или Иначе Видим Вот Видите Вот эти Полупрозрачные Палочки Показывают Куда Кристалл Отправляет Пули Но Общего Направления Мы не знаем А то есть Нам приходится Все таки Угадывать И Оно Тяжело Угадывается Скажу вам Честно Вот Вот Теперь Они летят И да Они даже В правильном Направлении Летят И даже Бьются Щит И даже Нам красный Вот этот Кристалл Не нужен Был Ну Как говорится Очень Хорошо Попробуйте Мне Понравилось И я тогда Говорю Большое Большое Спасибо За внимание И мы Увидимся В следующем Видео